Ну ладно, давайте скажу уже инсайд, он сказал, решает некий Джека, я говорю, ну ты скажи свое решение, что ты хочешь народное. Мы встретились уже неделю назад в баре, специально была встреча, переговоры по народной команде, уже дали по рукам. Всем привет, это Монтана, корреспондент Броуков со своим старым телефоном. Кстати, если на этом ролике, как на других, будет много просмотров, то я куплю себе новый. Ну а пока Майк расскажет, куда все-таки перейдет краб в аренду из Тудрос. Тем более, что утром Броуки сделали ему предложение. Салют, что происходит у Краба с Тудрос? Ну он не играет, хочет играть. Наверное, аренда будет самый лучший вариант. Он сам уже определился, что уходит в аренду? Ну он определился, там, я так понял, некий Джек выбирает ему просто команду. Ну я думаю, идеально, чем у нас, он где-нибудь. Это от него, от его идея? С народной? С народной мы еще поговорим, в принципе, его идея уйти, или... Ну конечно, но когда он на кубок не попал в заявку, а попадают люди, которые там только пришли, то, понятное дело, что на него не рассчитывают, если сезон будет, то будет так же сидеть. Я думаю, хватит уже сидеть. Я так же замкал, уходил, потому что я присел, был в плохой форме. Вот, и поэтому ушел, чтобы играть. Как думаешь, он заслуживал попасть в кубок и, в принципе, побольше игрового времени? Слушай, я думаю, в плане футбольного заслуживал 100%, но дисциплина есть дисциплина. Вот, поэтому... Ну верно или поступали с ним, что наказывали так же дисциплину? Я считаю, да. Ну, это... Кузнецов, это тренер, он вырос в ЦСКА, это как армия. Это дисциплина должна быть, чтобы все видели, потому что, как в армии, один косячит, все и все отжимаются, ну, типа, знаешь, типа, есть, типа... Ты скажешь, ты готова, плачешься? Да, блядь! Вот, и, короче, и, как бы, Кузнецов его любит сильно, и он хочет его, ну, как бы, чтобы дисциплине научить. Ну, раз он не играет, я думаю, он у нас стронг научит дисциплину, и тут я еще есть. Ну, а прежде чем сказать, куда же все-таки перейдет Краб, напомним, что спонсором этого канала является Бэтбум, лучшая букмекерская контора на территории России. У них постоянно проходит куча акций и розыгрышей, одной из которых является РПЛ 2.0, в ходе которой вы можете поставить на команду российской премьер-лиги, и если она будет вести с разницей в два мяча, то ставка автоматически считается выигрышной. Бэтбум, открой игру! То есть он переходит на родную команду? Ну, надеюсь, если сейчас все договорятся, то думаю, да. Это его единственный вариант, с кем он обсуждает? Младший Краб побьет стронга. Слушай, была еще Родина, не знаю, может, они еще на связи, но я ему объясню, что в Родине они чемпионы, не факт, что ты будешь 100% играть, типа, на поле. Вот, и я думаю, в народной команде ему будет лучше, потому что тут будет зритель, тут будет доверие тренера. Ну, надеюсь, он заслужит это доверие. И плюс тут я, который я ему не дам просто проебывать тренировки в клубах, как минимум. Вот, и сейчас, я думаю, у него самое начнется, когда он поверит, что он на футбольном поле будет играть, ему, наверное, будет не хотеться ходить по клубам, потому что тут родственник не играет, от обиды просто ходит, гуляет хотя бы как-то себя веселит. А Бас с ним не связывался, потому что он рад, что он притворил. Я думаю, Бас за его запросы не потянет. Обсуждал ли он это решение с Некитом и с Викторовичем, а он? А возможно, о том, что он останется? Я думаю, с Викторовичем нет, он, наверное, обсуждал с Некитом. Но я думаю, это все пошло после клубка, тупо. Он, как бы, и сам виноват, но... Но это фатально, так сказать, финально, что по нему ударило? Наверное, да. Это, ну, и, блин, это по мне тоже, что один раз вот так ударило сильно. Это очень обидно. Почему в народном его отношении должно измениться? Потому что он будет играть. Ему дадут время играть. Вот Володе дали время играть, и человек сразу поверил в себя. Когда ты сидишь и выходишь, ты знаешь, как... В тот раз есть такая тема, мы с Аделием недавно разговаривали. Ты, кто сидит на замене, им дают шанс выйти, но на них пристальное внимание, допустим, если там Алексей ошибется в три раза, все знают, что Алексей может сделать, там, гол и, там, отдать, он не лидер команды. Вот. Если ты выходишь на замену, ты, как будто, не имеешь права ошибаться. И, понял, вот это пристальное внимание к любой его ошибке. То есть он может сделать два хороших, ошибается, а, блядь, это краб, назад давай менять. Вот. И поэтому, типа, в это не верят. Ты считаешь, что у Краба призятые отношения тоже есть? Ну, она не призятая, она просто есть стак, основных футболистов в тот раз. И есть те, кто выходит на замену, кто выходит на замену, они должны как будто играть безошибочно. А футбол безошибок это не бывает. Вот. Поэтому, когда Краб выходит, ему иногда стрёмно даже, ну, как бы он не боится делать то, что он любит делать. Там где-то финтану, где-то, может, не по-игротски сыграть. Ну, блин, ну, на этом надо понимать, его стиль такой, типа, Неймар тоже не 10-10 раз обводит. Вот. Поэтому тут ему дадут шанс играть, это первая очередь. Тут фаната Спартака, он увидит эти трибуны, ничем не хуже, чем вот у Дудро с трибуны. У нас группа вполне такая проходимая, где Краб может реально себя заявить. И плюс я очень хочу, чтобы он поверил в себя, и я его, наверное, сказал, будем ходить в зал, тренироваться, бегать, ну, типа, форму хорошую, чтобы он... Он и так в нормальной форме, но поверить. Ты настоял о том, чтобы он выбрал народную команду? Я очень сильно настоял на этом. Он сказал, решает некий Джека. Я говорю, ну, ты скажи свое решение, что ты хочешь народную. Мы встретились уже неделю назад в баре. Специальная была встреча, переговоры по народной команде, уже дали по рукам. Ну, потом вмешалась уже Родина, и сейчас вот эти качели были. Я не знаю, там, Краб мы Родину. Но по факту заявка уже закрыта. То есть его решение известно, и это народная команда. До 28-го числа у него. До 28-го года? Допустим, у него будут проблемы с поведением. Не жестко ли примут фанаты его действия? Потому что аудитория все-таки другая у народной команды. Согласен, но в этом, наверное, и будет отличаться, что мужики в команде, которые будут с ним разговаривать, учить. Там-то все на вебе, кто дротится. А фанаты не спросят после матча, как этот гусоспортатель? Именно это же будет тоже ответственность. Самое важное, что он должен понимать, куда идти. Там есть много таких штук, которые он не будет там, где сколько зарабатывать, потому что уже по-другому там все решили, как сделать. И сейчас ставка реально у него на спорт. Будет ли он, как на спорте, двигаться с Тудротц в видосах дальше и так далее? Или это будет чисто... Слушай, я надеюсь, что да, потому что Тудротцы распределяют... У них есть распределение типа Медийка, есть команда. Вот, я думаю, типа в Медийке почему нет? Он может спокойно сниматься в форме Тудротца. Я думаю, что будет не кто-то против. Будет ли он как-то помогать Медийно-народной командой, кроме своего присутствия? Блин, я считаю, знаешь как, ну, как мы разговаривали, что народной команде надо больше двигаться Медийно и больше руководству делать. Я сейчас буду тоже с ним разговаривать на эту тему, что больше командных, вот как вам Амкал делает, там всякие нефутбольные штуки, чтобы... Как в Медике можно раскрыть человека? Что должен на поле ходить, там, кувыркаться, орать или там... Я не знаю, не знаю, как можно раскрыть человека. То есть ты должен... Команды, должен руководство команды, продакшн команды, они должны делать общую команду, чтобы играли за какой-то приз, чтобы раскрывать людей, как он в этой ситуации поведет, в этой, какой он будет, типа, на камере. Ты сейчас готов взяться за медиаотдел народной команды? Ну, не взяться, просто сказать, как будет правильно двигаться Медийно. Что по Крапу 100% про него... Ну, ладно, давайте скажу уже инсайд. Не знаю, он будет или нет. К нам приходит очень сильный человек с продакшн, связанный с протоком тоже. Вот. И это было одной из, наверное, штук, что типа его берут под Крапа. Подарывая команда под Крапа. Вот. И в этом плане у него должно быть сейчас YouTube, хорошо развиваться. Плюс менеджеры будут у него тоже работать в соцсетях. Не ударит ли это по тебе, что у тебя нужно будет концентрироваться не только на своей игре, но еще нужно будет следить за братом и концентрация. Нет, я думаю, что реально будет мне комфортно играть с ним, потому что понятно, что главное без пихача. Потому что я люблю иногда ему отдыхать, потому что спрос с нашего брата больше, но тут я должен его, наоборот, поддержать. А не будет ли, наоборот, плохо, что ты с ним в команде, что он будет... Ой, да брат решит проблему. Нет, нет, я думаю, такого не будет. Он понимает все. Он понимает, куда он переходит. И он понимает, зачем он переходит варьем. Если он будет гулять... Просто был вариант с Басом, но с Володей в сексерисе они были... Ты тоже отговорил от этого. Реально, ну как бы, они друзья, но они сами понимают, что мы не можем даем. Ты сейчас как Володя относишься? Я отлично вареношу. Нет, просто им нельзя вместе быть. Они, ну типа, блядь, это типа два огня жестких. Поэтому ему надо чуть-чуть разделять. И я думаю, тут будет намного ему удобнее, комфортнее. Ты оцениваешь, что это только аренда? Возможность остаться у народа? Я думаю, нет, 100% нет. Я думаю, это аренда с моментом... Если он заслуживает еще играть Тодротс, а если он не заслуживает Тодротс, то мы откроем... Краптив. А он не разочарался в Тодротс сейчас? Нет, он не разочарался, он все понимает. Он просто, знаешь, люди, которые ходят в розовых очках, и думают, типа, да, блядь, я же голы на тренировки забиваю. Ну ты, блядь, приходишь нахуй в 6 утра домой, блядь, а потом идешь на тренировку. Ты ему приехал за это? Ну, конечно. Ну типа, блин, все понимает. Он типа говорит, да я там 3 забил на тренировки. Так, блядь, и что твои 3 гола? Главное, блядь, не голы, главное, чтобы дисциплину показал тренеру, что ты реально можешь претендовать на основной состав, а без дисциплины тут не сможешь делать. Сегодняшняя ситуация с Крапом. Да, нормальная ситуация, чё, для медиа и футбола. Он тебе нравится как игрок? Является ли он игроком народной команды, пока нет. Нравится ли он тебе как игрок? Я даже не видел, как он играет. Вообще не следил ни разу? Нет. Ну, это что-то один момент какой-то на МКС, по-моему, мы видел его. Один там голевой пас, по-моему, все. А как человек? Да как человек, я его не знаю. Придет, будем узнавать, воспитывать его. Придет? Если придет, я говорю, если придет. Если придет, да? Хорошо, то есть ты готов принять его в команду? Слушай, ну, давай так, что я не руководство команды, да, я хоть сегодня там и... Ты не против этого решения? Слушай, ну, есть руководство, которое принимает. Мы, я думаю, что сядем, обсудим совместно с ним, переговорим, просто беседуем его, пару раз в зал сходим, потренируемся вместе, а дальше решим. Слушай, ты же, наверное, видел так или иначе его поступки в медиа и так далее, постоянно извиняюсь, ошибки в дисциплине? Слушай, ну, ошибки у всех людей, ошибки случаются в жизни. Здесь вопрос тому, что надо, наверное, снижать и искоренять их, и как бы минимум, чтобы они были. Поэтому постараемся помочь ему в этом плане. Если тут родственные ребята не могут помочь, значит здесь мы им поможем. Ты веришь, что у вас тут получится помочь? Конечно. Мы исправляем людей. Ты готовы взять шефство над ним? Возьмем. Меня уже поручили. ТЗ дали. Также Кравт сказал, что ты... Он тебя научит ударом? Нет, он... Я ему подержу лапы, то есть я его буду учить. А он меня научит технике ударом именно ногами, в кавычках. Получается... Сегодня гол забил, пусть посмотрит там на записи, если будет. Получается, тебе дали задание? То есть он уже будет в клубе, скорее всего, заявка тем более закрыта. Ну ты цепляешься за слова, на самом деле. Если будет в команде, еще раз говорю, то... Ну ты сам лично насколько вероятность оцениваешь этого трансфера? Да, слушай, пока это все разговоры, потому что он там туда-сюда хочет пойти, и там и всем его хотят видеть. Всем, понятное дело, всем хотят медийными подняться благодаря ему. Ну посмотрим. Руководство, как примет решение, есть право есть у нас в медийном плане, поэтому надо поднимать. Не знаю. А ты не думаешь, что он своими поступками наоборот репутацию подкосит народной командой? Слушай, ну... Учитывая еще аудиторию. Ну что, что теперь появилось? Будем, значит, разгребать, если придет, будет плохо себя вести. Будем наказывать. Как наказывать? Это мы уже придумаем.